Инвестировать в будущее четко понимает цели и задачи. Столица расширяет условные границы и готова задействовать в реализации инвестиционных проектов возможности всей Чебоксарской агломерации. Об этом говорили на расширенном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. В нем принял участие глава республики. Депутаты подвели итоги социально-экономического развития столицы. Год был непростым. Экономика пострадала от пандемии. Бюджет не получил в полном объеме все ожидаемые налоги. Но все национальные проекты, городские программы были выполнены. Об этом рассказал в своем докладе глава администрации Алексей Ладыков. Комфортная городская среда, безопасные и качественные дороги, новое жилье, реконструкция, ремонт образовательных учреждений, строительство очистных сооружений. Этот перечень можно продолжить. В прошлом году в городе реализовывались 82 инвестиционных проекта. Общей стоимостью около 18 миллиардов рублей. 8 из них были завершены. В ближайшие годы продолжится реализация 88 инвестиционных проектов. Общей стоимостью 21 миллиард рублей. Создание более 3000 новых рабочих мест. Столица стремится к международным стандартам качества жизни. Открытые пространства, многофункциональные дворовые площадки, скверы и набережные становятся любимыми местами отдыха. Возглавляет их рейтинг Красная площадь. Мне, конечно, важно было и, считаю, как и всем горожанам, обратить внимание на дальнейшее формирование и развитие залива, Красной площади, Московской набережной, развитие того бренда, над которым мы с вами много лет работали, что Чувашия – это центр речного поездного туризма. Большое внимание было уделено столичным магистралям. Сугутский мост, проспекты Ивана Яковлева и тракторостроителей отвечают современным требованиям. В Чебоксарах поэтапно идет транспортная реформа. Социальная инфраструктура тоже получила дальнейшее развитие. В бюджете нашли средства на капитальный ремонт трех школ, 13 детских садов. В этом году уже заложены средства на капремонт семи школ и 11 детских садов. В 2020 году построили новую современную школу на 1600 мест в микроорайоне Новый город. Была также поставлена задача на 2021 год реализовать нехватку мест в школах. В этом году начнется строительство новых школ в новых микрорайонах. Это микрорайон университет, микрорайон Радужный и микрорайон Лента Новоижного района. То есть это снимет определенную социальную напряженность. Школы тоже будут новые и современные. Более трех миллиардов рублей на реализацию социально значимых проектов столица получила из федерального и республиканского бюджетов. В этом году дополнительно предусмотрено около полутора миллиардов рублей. Однако глава республики считает, что дальнейшее развитие столицы нельзя рассматривать отдельно от Чебоксарской агломерации. Это важные составляющие, они фундаментальные составляющие для того, чтобы мы понимали. И самое главное, когда мы с вами запланируем такого рода видение развития городской агломерации города Чебоксары, мы автоматически, с одной стороны, сами будем понимать, что нам надо делать, с другой стороны, мы даем четкий сигнал бизнесу. Бизнес, который будет понимать, как будет развиваться городская агломерация, как будет развиваться та или иная инфраструктура, и соответствующим образом либо будет участвовать в рамках реализации государственного частного партнерства, либо будет реализовать свои бизнес-проекты. А здесь мы уже с вами можем с ними как раз совместно договориться. Реализация таких амбициозных задач невозможна без участия жителей. На их поддержку рассчитывают и столичные власти, и глава республики. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.